И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно пушки рельса, той самой пушки, которая в последнее время изменилась в худшую сторону. И, по сути, появилось очень большое количество проблем с нею, урон стал значительно меньше, ну и вместе с этим появились также проблемы в пробитвах, в хоре-рельсах, в аспарельсах, то что рельса начала наносить меньше урона и, соответственно, танк начал держать большее количество самих рельс. Сегодня вместе с вами мы протестируем, насколько же жестко повлияло это изменение на матчмейкинг и насколько там рельса теперь хуже себя показывает, а может она также себя показывает, при том, что количество резистов, я думаю, что от нее не уменьшилось. Вообще для меня это один, наверное, из самых странных нерфов пушки, в связи с тем, что рельсу уже до этого нерфили, от нее и так в матчмейкинге было большое количество резистов и на ней особо много игроков уже в последнее время не играло, но ее еще занерфили. Изначально зайдем на форум, где в цифрах посмотрим, насколько меньше стал урон. Стандартный урон снижен с 450 до 900 до 350-700, то есть максимальный урон рельсы на 200 уменьшился, плюс минимальный урон уменьшился на 100 очков. Критический урон снижен на 155 минимальный и на 290 критический максимальный урон. То есть это, ну довольно ощутимо будет, я уверен, эти 200-300 урона заставят вас добавлять как минимум одну, а может даже по резисту и две рельсы по танкам, которые будут играть у нас сегодня в матчмейкинге. По устройству, конечно же, я выбираю Scout, это, наверное, лучшее, самое дефолтное устройство для рельсы в матчмейкинге, при том, что количество критических уронов должно быть большое. Поэтому полноценно мы сегодня вместе с вами сможем на все это дело посмотреть и уже решить, да, может ли что-то рельса вообще показывать после такого жесткого нерфа. Потому что, с одной стороны, кажется, что это всего лишь там 200-300 урона, но с другой стороны, вот эти вот две дополнительные рельсы, может одна, может две, да, там, как карта ляжет, в зависимости от резиста у противника и в зависимости от ваших критических уронов, может все измениться. Сегодня у нас до сих пор в матчмейкинге 12-минутные бои или что? У нас, по идее, не должно было быть 12-минутных боев, но ладно, 3000 с первой рельсы, с бустером, конечно же, мы играем. Бустер идеально подходит для этой пушки. Ну и пробуем, пробуем, пробуем что-то сделать. Пробуем как-то накидывать, как можно больше урона. Видите, теперь полторушка не ваншот и тоже харька. Если раньше это был стабильный ваншот, то сейчас ваншот не залетает. Ну и даже, если честно, критических-то уронов дофига и больше. Может быть, они урон пофиксили, а при этом критический урон апнули? Я не знаю. Ну, первый заход довольно неплохой. Довольно неплохой. 4 килла. При том, что эти киллы были очень-очень быстрые. 1700 скрита с бустера, 700 на добавке. Еще. Ну, вот здесь уже пошел этот урон, конечно, 300-400. При том, что вы видите, что 3 резиста стабильно от данной пушки в матчмейкинге имеется. Это, ну, своего рода, конечно, печальная тема, печальная. Полторушку закидываем, уничтожаем. Ну и пробуем забирать сразу быстренько точку. Сейчас мне будет интересно, как я смогу овердрайва здесь понакидывать. Смогу ли я большое количество киллов дать или не смогу. Если смогу большое количество киллов дать, то, в принципе, наверное, нормально, значит. Ай-яй-яй. Противник закрыт. Ай. Чуть не повезло. В закрытой зоне противник оказался. Из-за сети. Нифига себе. Чел на 0 хп прожимают овердрайв на реке. На уверенном. На уверенном. Темик бы так никогда не прожал. Чел на уверенном прожал, и еще и весь овердрайв сумел выжить. Прикольно. Прикольно. Ладно. Давайте пробуем на контроль центра сыграть. Так. Еще добавим. Еще добавим. Еще здесь добавим. Еще тут добавим. Оп. Там голдик начинает падать. Ну, видите, здесь 3 рельсы викинг обычный держит. Раньше это было стабильные 2 рельсы. Теперь уже викинг на 3 выдерживает. Если я крит не наношу. Если крит наношу, то получается я его... А, не. Даже с 2 критов. Только если я 2 крита надамажу, тогда солью. Если 2 крита не будет, то я не солью. Ну, короче. Чувствуется. Чувствуется эта тема. Но, как вы видите, потихонечку все равно получается что-то, что-то накидывать. Что-то, что-то накидывать. Так, давайте. А, там голды падают. Молодые там голды ловят. А критических уронов меньше не стало. С критами они рельсу особо не занерфили. Да, урончик. Конечно, чувствуется, что уже не такой жесткий, как был когда-то. Но, в общем и целом, ситуацию это не сильно испортило. Я думаю, что условный магнум стал намного хуже, чем он был до этого. Так, не понял. А, я нажал овер и элаксерва. Это просто гениальный мув. Просто джинниус. Ну, что может быть лучше, когда танки залагивают, когда я прожимаю овердрайв? Ну, наверное, ничего не может быть лучше. Просто я нажал на shift и сразу танки легли. Просто кайф. Кайф! Кайф, ребяточки, кайф. Кайф, когда так происходит. Второй боёчек сыграем в режиме ригби. Я в последнее время начал в этом режиме записывать больше видосов. Не знаю, мне как-то... Очень-очень комфортно и показательно получается в этом режиме. Если там у тебя, грубо говоря, особо сильно ничего не получается, либо наоборот жестко получается, значит уже и в других режимах всё у тебя будет либо в полном порядке, либо не очень хорошо. Я, наверное, для себя как-то вот так вот выделяю этот режим в последнее время. Так, ладно, давайте попробуем по харьку накидывать. Здесь ещё можно было бы по викингу дать. Нет, не успел я по викингу дать, к сожалению. Так, 4.40, 4.40 до конца, 4.40 до конца. Так, попробуем сейчас как-то на точке поагрессивнее поиграть. С бустера по 3000 урона до сих пор вылетает, всё стабильно. Две рельсы, я так понимаю, с бустером до сих пор можно тоже дать с повышенным уроном. Ну и 17 к 5 я иду. Нужно, конечно, также определённо в уме держать то, что это катка 6 на 6. И здесь, наверное, немножечко проще будет мне, нежели на больших картах. На больших картах, скорее всего, не будет возможности давать такое большое количество киллов. Здесь всё-таки побольше таких не совсем опытных игроков. Плюс, меньше у меня тиммейтов, которые могут быстро забирать киллы. Но, в общем и целом, пока что неплохо. Неплохо, если честно. Неплохо. Ещё один овердрайв. Хороший даём. 22 килла, 500 очков. Ну, наверное, не самый плохой результат. Наверное, не самый плохой результат. Я уж прям хотел жёстко захейтить рельсу и сказать, что её просто убили в хламину. Но, по факту, по факту на ней до сих пор можно давать хорошее количество очков. Но, видите, на ней никто не играет в матчмейкинге. Никто. Вообще нету игроков, которые играют на этой пушке. Раньше вы помните, сколько игроков играло на рельсе и сколько от неё было резистов. И при этом по резистам она всё равно себя шикарно показывала. Она отлично могла конкурировать с другими вооружениями, даже от которых нету резистов. Сейчас же её нерфят. При этом на ней никто не играл до этого. Сейчас после нерфа на ней также никто не играет. Но при этом игроки всё равно продолжают брать резисты от этой пушки. Вы понимаете, в чём прикол? Это просто что-то непонятное. Да, и я заходил, да, и было эти три резиста против. Они так и не переодеваются. За меня один, конечно, только от рельсы. Я не знаю. Вот вы напишите, вы играете с резистом от рельсы в матчмейкинге? Если вы катаете, то объясните мне, пожалуйста, зачем вы берёте резист от этой пушки, если её в матчмейкинге никто не использует. Ну, либо это мне так попалось. Но я даже, если честно, вот так, чтобы вспомнить, сколько я рельс видел в последнее время, например, даже на тех же стримах, я не помню, чтобы большое количество рельс играло где-то против меня. Поэтому я больше, наверное, склонен к тому, что её сейчас намного-намного меньше используют в матчмейкинге. Две минуты до конца. Две минуты до конца, мы проигрываем катку. Меня уже батя начинает обгонять. А батя играет на шоковые заморозки. При том, что он играет на шоковые заморозки, он всё равно может меня обгонять пачком. Ничего себе. Ну, батя. Ну, батя, ну, красавец. Так. Забираем точку боковую. И сейчас было бы неплохо накидать урону. Сейчас как раз титанчик подъедет к центру. И потом здесь викинга можно будет тоже быстренько слить. А, я понял. Ну, ладно, давайте. Давайте сделаем то, что особо никогда делать не надо. Ещё здесь титан прожимает купол. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Как неприятно. Когда титан-то гремёт купол. Ну, ладно, мы хотя бы здесь точку отхватили. Ради победки. Но вердрайв, конечно, плохой был. Плохой. Если честно, плохой. Можно было намного лучше прожать. Так. Ну, и здесь уже, хотел сказать, Тесла едет забирать мою точку. Но пока что никто не едет ей забирать. Сквозная шикарная залетает. Ещё урончика добавим. Ой, хорошо. Ещё добавили. И, к сожалению, ещё одного я не слил. Так. 40 секунд. 5 точек отрыва. По идее, мы успеваем камбэкнуть это всё дело. Если сейчас заберём контролик. Контролик заберём. Заберём, 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 заберём. Хорошо. И теперь контроль, 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 контроль. Где моя команда? Контроль. Контроль команда. Контроль. Батя, давай, батёк. Давай, 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 давай. они забрали титан не подъезжает точку захватывать я понял я понял вместо того чтобы захватить быстренько точечку и выиграть к точку он решил этого не делать так две точки под захватом 7 секунд до конца сашечку и конечно же здесь не отдам не отдам не отдам как бы ты не хотел я не отдам ее 31 32 сожалению все равно проигрываем но по месту по месту 31 килл 700 очков ну такое такое можно конечно было бы лучше сыграть сейчас второй бой я думаю что все покажет все покажет нам второй бой что же будет у нас здесь сейчас время будет ли нагибать моя замечательная рельсочка кстати звук потише сделаю там мечтам было очень громко так ну и ожидаем какую-то хорошую каточку каточку наверно будет 6 на 6 скорее всего вряд ли будет что-то большое нет нас закидывает на регби на борду уже начатую где мы летим 3-0 3-0 летим хорошо хорошо хорошая карта по сути которая может сразу показать что наша рельса будет здесь показывать тоже она здесь будет показывать так теслочка меня сразу уносит нарез катка 2 резиста от риса 2 более я удивлен если честно я удивлен что только два резиста от риса почему только два надо брать больше было два что-то очень мало но очень мало нифига себе катвинс овердрайв прожимают ой-ой-ой я аж так испугался что он такой мир прожил минус упал так еще один там гром прожимает но я здесь точно не доставлю без шансов для меня еще и хантер с овером может сейчас еще доставить здесь его законтрит кто-то не законтрит не законтрит до законтрели нормально молодцы хорошая игра хорошая хорошая так но теперь есть шансы на доставку наверно первую рельсу такую себя даю на полтору лик красивый и теперь уже уйти штишки 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 на куда ты едешь боже бы газует на плюс w мощи пофиг ему еще пофиг он просто пушит он пушит так 7 минут до конца но по сути мы можем попытаться хотя бы пару-тройку здесь поставить и овердрайвы тоже пореализовывать может быть что-то получится у нас здесь я смотрю что очень надо прям при кирочку стрелять чтобы с бустера наносить урон со скаута я вот не помню как это было раньше также это было близко в притирку тяжело сделать либо же это можно было сделать попроще ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой не-не-не-не-не-не подожди 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 как там есть доставлять мне стоп так у меня 90 процентов овердрайва сейчас если я добью овердрайв по сути могу в тайминг очень хорошо залететь залететь так меня tesla только контролит tesla контролит хорошо обман очку даем tesla очки обманку даем шар запускает давай 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 и почти почти надо было конечно а мультимейт доставал хорош красавчик надо было конечно там скорее всего наносить по хоппер урончик ну ладно я уже просто решил знаете как закрыть глаза и постараться просто доставить так мне есть увердрайв есть возможность его где-нибудь здесь дать красиво дать его красиво дать его красиво дать его шикарно но вот видите три рельсы три надо целых три рельсы надо дать по противнику чтобы его убить это очень много и очень долго раньше там 1 рис и могло хватать одну рису просто даешь уничтожаешь и все и все у тебя по-красивому сейчас целых три рельсы надо выдать по одному викингу чтобы его уничтожить это ужас при том что он мне скорее всего был без резиста даже представьте если он был бы срезом чего было бы он был бы среду он был бы срезом но вообще габала так но них только одна тесла который пытается что-то сделать по сути наверное мы еще можем здесь даже побороться за победку в этой катке блокшоте кидаю но тиммейты есть там на подхвате хорошие есть тиммейты есть это очень хорошо я уж думал тиммейтов нету за спиной хороших таких которые тащат команду так троечку красивую по титану о при добавке сразу ему 140 140 добавки ну шах меня респит продолжают меня уничтожать так ну что ну что ну что ну что взял мячик оппонент по ним взял мячик умеем ли мы что-то сейчас сделать но он ведет очень подалекой траектории поэтому по сути я бы даже мог бы мог сыграть по-другому ну ладно уносит меня и уносит девушка сейчас он здесь ничего не сможет сделать пробуем выпушить зоны он сразу объезжает просто накинуть мячик но пока мне особо ничего здесь не дают сделать как я и сказал на большой карте будет намного тяжелее на рельсе хоть казалось бы да у тебя как бы большая карта возможность уничтожения большего количества оппонента но сам то ты начинаешь респица тоже больше если начинаешь больше респица то у тебя уже и маневра становится значительно меньше положительного какого-то нагибаторского вот здесь все как бы это и показывается что у меня особо ничего не получается зарубит и 9 кило в 9 это очень мало это прям очень мало я бы на каком-нибудь молоте здесь бы мог дать бы я ну не знаю ну два раза может в три раза больше просто за счет даже того же овердрайва где мне надо было бы не три рельсы по одному противнику давать чтоб его уничтожить а где надо было бы просто дать один молот и все и он бы ушел бы на рис здесь мне на это надо потратить намного больше у рот и из-за плаката не заметил оппонента и сейчас вот мне из-за этого не хватит две рельсы как раз таки чтобы убить этого хантера накидывать 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 еще 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 давай 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 хороший мяч скидочка меня правда нет аптечки мне нет аптечки болен я не успел доставить о а мой тиммейт как всегда за мной поставил хорош красавчик 24242 мы доставили до 17 килов 17 килов 17 килов так попить к страйкеру мы дали троечку красивую но это было с бустером троечка здесь по викинга молоту добавку даем пантер овердрай выжать будет только толку от того что он прожимал не было особо мамонт сумеет ли доставить попытка неплохая была по крайней мере хороший века twins перестоял перестоял трошки перестоял так hunter хантер ничего не сделаем здесь hunter он тоже начинает сэйвить нет все-таки едет едет он едет очень хорошо цепочка у нее начинает играть здесь из шариков так-то мне накидочку вообще надо выдавать красивое это сейчас он доставит мы все сможет доставить он хороший комфорт века громче красавчик так минута остается минута дико страйкер подбирает ой дико страйкер дико шафт подбирают мяч сейчас бы его быстрее быстренько вы кто-то слил вот неплохо да я по своим уже коры типа попробовал доставить ой боже что ты делаешь что молодой ты человек но зачем ты еще кидаешь этот мяч ё-моё как вы играете люди мои хорошие 19 килов за 8 минут мне это очень мало-то очень мало я уверен что можно было здесь дать дофига и больше дофигище просто киев здесь нажимаем просто over на киллы хотя бы хоть что-то здесь нести но главная проблема это то что ты с одной рисы наносишь мало урона да там вот чуть чуть больше урончиком и тогда бы можно было бы уносить бы например не с двух рельс вернее не с трех рельс а с двух рельс до оппонента и тогда бы возможно рельса бы себя еще показывала как-то более грамотно более качественно по этим двум боям я могу сказать что это пушка с тем количеством резистов которые от нее берут ничего не сможет сделать матчмейкинге это я еще катал не против броненосцев то есть если против еще будет броненосцев которых будет резист от критического урона то там это рельса вообще ничего не сделает поэтому я не знаю зачем было так жестко нерфить рис вы видите что на ней в матчмейкинге никто не играет вообще никто просто никто может она не тянет есть намного больше хороших средней дальности пушек даже на ближней дальности пушках на которые и так немножко занерфили можно давать большее количество киллов нежели здесь на рельсе как-то так друзья пишите что вы думаете по этому поводу поддерживайте видос лайком подписывайтесь на канал еще не подписаны ну и также не забывайте друзья уже через пару дней у нас итоги на лямчик рисов на 100 дней премочки для всех тех ребят которые поддерживали меня по тегу да вы знаете текущий так так создатели контента тимп до все кто участвует или еще не поучаствовали в данном розыгрыше если вы производите какую-то покупочку с моим тегом заполняете форму и автоматически участвуйте в этом замечательном розыгрыше в котором при любом раскладе вы получите какой-то гарантированный замечательный приз у меня друзья на этом сегодня все всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока